здравствуйте вы на канале мелодия бисера и сегодня мы с вами будем делать вот такую замечательную брошь это у нас брошь цветочек вы наверное уже догадались это у нас анютины глазки посмотрите какая она у нас вышла нежная красивая расцветок очень много мы выбрали сочетание очень нежное фиолетовый с желтым и такие вот припыленные нежные цвета такое вот дополнение интересное виде цепочек вот такая вот брошь так она выглядит спереди вот так вот сзади такая вот у нее застежка все материалы инструмента которые сегодня вы увидите на нашем мастер-классе вы сможете приобрести на сайте мелодия бисера точка ру все ссылочки на все товары которые были использованы будут под видео для нашего мастер-класса нам понадобится конечно же шаблон нашего будущего изделия фетр двух цветов жесткий кожа вот такая вот основа для броши чтобы добавить жесткости нам понадобится картон чем будем переносить изображение карандаш или фломастер далее инструменты ножнички еще нам понадобится иголка с мононитью клей момент прозрачный вот такие вот цепочки 1 у нас разовая вот такая и вот это у нас будет для декора использоваться также нам еще понадобится кристалл вот такой вот кругленький рандельки небольшие желтые и вот такие вот шатончики маленький фиолетового цвета также еще нам понадобится бисер бисер у меня двух размеров один пятнадцатый другой одиннадцатый пятнадцатый одиннадцатый это у меня тоха японский также еще в цвет пайет очки и здесь точно также пятнадцатый одиннадцатый и пайетки только уже фиолетовым красивом цвете начинаем из того что переносим наше изображение на фетр сначала мы переносим на фиолетовый полностью всю брошку используем например исчезающий маркер либо какой-нибудь карандаш фломастер если темный материал можно белый использовать какую-нибудь ручку например либо мелок я использую исчезающий маркер перенесли теперь вырезаем перенесли вырезали теперь нам нужно нижнюю часть вырезать из желтого фетра обводим теперь нижнюю часть итак вырезали мы две детальки основная и вот такая вот нижняя часть вот наша брошь чтобы удобнее было далее вышивать можно использовать пяльца и вот такую вот обычную сетку нам нужно пришить наши детальки к сетке и далее нам будет удобней работать с вот такими вот небольшими кусочками сначала мы пришиваем основную часть большими такими стежками пришиваем чтобы она у нас сдержалась а затем пришиваем нижнюю часть желтая пришили нашу брошь теперь нам нужно немножечко раздвинуть канитель вот она у нас такая плотная и нужно чуть-чуть совсем раздвинуть вот эти вот пазы чтобы у нас легко туда могла попасть ниточка нашему на нить чуть-чуть так тянем и везде одинаковые пробелчики делаем чтобы пружинка у нас одинаково растянулась растягиваем канитель сколько нам понадобится ее и полностью сейчас будем обшивать нам нужно определить центр где у нас будет находиться чтобы дальше обшивать канителью давайте наверное пришьем такой кристаллик самый большой который у нас был пришиваем у него здесь вот такие вот отверстия есть четыре вот за них и пришиваем центр определили теперь можно пришивать канитель канитель пришиваем от кристаллика и далее вот по нижней части сначала одну обводим а затем уже будем следующее аккуратненько прям между паз и Продолжение следует... Теперь пришиваем следующий лепесточек и вот этот вот еще отдельно пришьем. Теперь пришиваем следующий лепесточек. Продолжение следует... Далее по шаблону у нас был вот этот вот лепесточек и у нас остается последний. Сейчас пришиваем вот так вот канитель и далее самый последний лепесток. Вот что у нас получилось. Тут у нас образовались в углах небольшие такие недочеты, но мы это все обрежем аккуратненько, когда будем уже полностью обрезать, вырезать из сетки нашу брошь. Теперь нам нужно пришить вот такую вот стразовую ленту. Пришивать будем только по нижним лепесткам, по желтым. Для начала нужно кончик смазать клеем и приклеить, чтобы у нас вот этот стразик никуда не делся. Клей мы далеко не убираем, потому что нам будет нужен он еще все кончики, все последние стразинки нам нужно будет приклеить везде, чтобы они везде, чтобы они приноски не отпали. Теперь пришиваем стразовую цепочку. Пришивать мы будем между двумя стразинками и близко друг другу их будем пришивать, чтобы у нас не было пробела. Постараемся так сделать. И вот этот стразик подвигаем сюда и пришиваем следующий. Далее еще один. И так далее по всему лепесточку. Пришили одну. Теперь вот приклеиваем другую, тоже кончик. Пришиваем и в конце опять приклеиваем. Продолжение следует... Продолжение следует... И так же приклеиваем и пришиваем последний лепесточек. Пришили стразовую цепочку, теперь переходим к вот такому вот шатончику. Пришили стразик, шатончик наш, теперь у нас бусинки остались еще в такие вот рандельки. Пришиваем с двух сторон. И вторую пришиваем с этой стороны. Пришили и еще одну бусинку пришиваем сверху. Наша серединка будет готова. Вот так вот. Теперь начнем с края пришивать пайетки. И теперь аккуратненько нам нужно пришить такие маленькие пайетки по вот этому внешнему краю лепесточка. Вот так вот. Теперь следующий. Продолжение следует... 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 нанизываем опять пайетку две бисерины и одну пятнадцатую далее далее вот 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 и мы закончили нижний ряд теперь нам нужно сделать сбоку точно такие же два лепесточка сначала фиолетовым пайетками затем уже начинаем желтую часть вот такая вот красота получается и теперь нам нужно верхние лепесточки практически также вышить сначала мы будем вышивать с вами вот такими пайетками несколько рядов затем примемся за бисер точно также иголочку выводим набираем пайетку пришиваем закончили один ряд начинаем 2 точно так же пришиваем наши пайетки лучше делать это в шахматном порядке чтобы закрылись у нас все обрешенки и таким образом нам нужно сделать несколько рядков лучше наверное ряда 45 продолжаем также пришивать пайетки сделали 4 ряда теперь будем точно так же как мы делали здесь набираем пайетку одну затем набираем 11 бисер несколько штук сейчас будем смотреть сколько их нужно и две возьмем пятнадцатого размера и вот так вот пришиваем далее берем опять протыкаем опять нанизываем пайетку сначала затем 11 примеряем это все примеряем это все и И так нам нужно заполнить все вот это пространство. Продолжаем так же. Пайетка, потом 11 и 15. Вот что у нас получается. Такая вот красота. Теперь у нас остался последний верхний лепесточек. Его точно так же мы сначала пайетками обшиваем. Пришиваем каждую пайетку. Делаем где-то 1-2 ряда. И далее уже можно пришивать бисер. Потому как здесь у нас совсем небольшой кусочек лепестка. Вот так вот у нас получается. Продолжаем первый ряд. И со второго ряда можно уже начинать бисер пришивать. Можно начать с серединки, чтобы к центру сюда мы могли распределить равномерно бисер. Итак, сначала у нас идет пайетка. Затем несколько бисерин 11 размера. Примеряем. Можно было даже 2. И 15 размер. Пришиваем точно так же рядышком проходим. Набираем пайетку. Набираем пайетку. Набираем пайетку. Бисер. И 15 размер. И 15 размер. Вот так вот. И таким способом мы завершаем наш последний лепесточек. И будем вырезать нашу брошку готовую уже из сетки. Вот что в итоге у нас получилось. Доделали все лепесточки. Я сняла ее с сетки. Аккуратненько только нужно это делать. Не зацепить нашу леску. Иначе у нас вся брошь разберется. И вот здесь у нас были такие зазорчики. Где у нас не было ничего. Ни бисера, ни пайеток. Вот это я все обрезала. И теперь нам нужно собрать брошь. Я вырезала вот такие вот шаблоны из кожи. Картона, чтобы уплотнить ее. И еще одного кусочка фетра. Картон у нас должен быть на 0,5 примерно. Даже может быть больше. 0,7 может быть. Вот так вот должен он быть. Потому что когда мы будем все это сшивать, нам картон будет очень мешать. Мы можем сломать иголочку. Вот. Так что вырезаем его меньше. Кожу и фетр такой же вырезаем, как и наша брошь. И я еще подготовила цепочки. Это у нас будут как декоративные такие элементы. Они будут висеть вот тут вот. Я уже отрезала по размеру, какие мне нужны. И разложила их по порядку. Теперь нужно нам сначала их пришить к нашей броши. Нужно делать это очень аккуратненько. Потому как мы будем прошивать и на изнаночной стороне. И у нас не должно быть видно различных стежочков. И чтобы наша конструкция никак не повлияла на нее. И давайте приступим. Сначала с боков мы пришиваем маленькие, самые коротенькие цепочки. И так, можно пришивать цепочку не насквозь, чтобы не повредить нашу лицевую сторону. Можно пришивать просто за вот этот слой, за фиолетовый фетр. Аккуратненько подцепляем и пришиваем нашу цепочку. Так, пришили одну. Теперь пришиваем вторую аккуратненько. Потому что все цепляется. Далее, следующую пришиваем примерно на одинаковом расстоянии. Пришили уже несколько цепочек. Самый удобный способ получается вот так придерживать цепочку и пришивать ее вот таким вот образом. Так, продолжаем дальше. Следующую пришиваем. Пришили все цепочки. Вот так это выглядит с изнанки. Вот так вот выглядит с лица. Посмотрите, как интересно. Они будут так переливаться. И очень красиво будет смотреться. Так, теперь нам нужно все это заклеить сначала картоном, затем фетром. И в фетре нам нужно еще вырезать отверстие под нашу основу для броши, чтобы у нас не было видно вот этого бугорка на коже. Вот. Поэтому мы будем прятать нашу основу под фетр. Сейчас отметим, где у нас находится начало и конец. Сделаем отверстия и вырежем. Вот так вот это выглядит. Теперь такие же отверстия нужно сделать в коже. И затем уже все приклеивать. И вот так вот получается. Проверили все отверстия, чтобы у нас лишнего ничего не было. Вот так вот аккуратненько будет выглядеть. Теперь все эти детали склеиваем между собой. И хорошенечко придерживаем, проклеиваем, ждем несколько секунд, чтобы у нас хватился клей. Все склеили между собой. И ждем, когда клей у нас подсохнет. Потом можно будет убрать вот эти вот излишки кожи, которые у нас остались. Вот такая вот брошечка у нас получилась. Нам осталось только обшить край. Клей у нас хватился, все у нас хорошо. Обшивать край будем пайетками. И сейчас начнем. Для начала нам надо ниточку зацепить за верхний слой. И сделать закрепку. Затем мы нанизываем на иголку одну пайетку. Прокалываем полностью весь слой. Вот таким вот образом. Далее мы затягиваем. И снизу поддеваем нашу пайетку. Вот таким вот образом. И затягиваем. Все, наша пайетка легла. Далее берем следующую пайетку. Протыкаем опять-таки весь слой нашей броши. Затягиваем. Снизу поддеваем нашу пайетку. И она у нас ложится замечательно. Вот таким вот образом. То же самое. Нанизываем. Протыкаем все слои. Снизу поддеваем пайетку. И затягиваем. Вот так получается. Так продолжаем по всей броши. И встретимся с вами, когда будем уже обшивать там, где у нас цепочки. Давайте посмотрим на промежуточный вариант. Вот так вот получается. Пайетки ложатся хорошо. С лицевой стороны у нас практически не видно шва этого. Вот так выглядит сзади. Продолжаем дальше. Доходим до этого момента и с вами встречаемся. Итак, дошли мы до цепочки первой. Что мы сейчас делаем? Мы должны сделать до цепочки воздушную петлю, затянуть ее. Проходимся просто без пайетки. Вот так вот. Затягиваем петлю, чтобы пайетка у нас оставалась на своем месте. Далее у нас идет цепочка. Мы рядом с ней протыкаем, делаем такую же закрепку, воздушную петлю. Дальше нанизываем пайетку. Проходим. Вот так вот. Дальше нам надо эту пайетку закрепить, поэтому мы проходим, воздушную петлю делаем. Тем самым мы закрепили ее и там, и там. И вот у нас цепочка свободно болтается и в то же время она закреплена. Дальше продолжаем то же самое. Сделали закрепку. Теперь после цепочки то же самое делаем закрепку. Далее пайетка. Потом опять закрепляем. Следующее. И так продолжаем со всеми цепочками. Ну вот что у нас получилось. Вот так вот выглядит срез у нас. Красивенько. Нигде нет проплешин. Вот так выглядит сзади. И вот так вот спереди. Когда брошку будут носить, то вот эти вот цепочки будут так интересно развиваться. Вы только посмотрите, какая красота в итоге у нас получилась. Вот такая вот брошка. Так она выглядит спереди. Вот такой вот у нас бок. И вот так она выглядит сзади. Такую брошечку можно сделать и в любых других цветах. Они у теноглазки, они очень разнообразны. Цвета очень красивые. Сочетания тоже. Заходите на наш сайт, смотрите, какой есть бисер. Сочетайте интересные цвета. У нас вот получилась вот такая вот нежная брошь весенняя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова